Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Доброго дня! Это телеканал Самара Гиса и вы смотрите программу с необычным названием «Хочу домой». Необычным, потому что программа больше посвящена животным, у которых сложная судьба. Судьба бродячих и брошенных собак и кошек. Мы пытаемся вместе с вами решить эту проблему. Пожалуйста, не оставайтесь в стороне. Итак, у нас сегодня в гостях Марина Горбовенко, генеральный директор Самарского общества попечительства над животными и директор приюта для брошенных животных «Твои друзья». Здравствуйте, Марин. Марин, вопрос, наверное, главный. Сейчас жара. Довольно-таки сложно переносят люди эту жару. Как переносят ваши питомцы, которые живут в приюте? Ну, поскольку наши питомцы все живут в помещениях с климат-контролем, у них у всех есть кондиционеры. Да вы что? Да, все животные у нас живут с кондиционерами. Поэтому они переносят достаточно легко. Но если кто-то держит на своем участке у себя дома собаку на улице, вольер, пожалуйста, закройте от солнца. Должна быть крыша обязательно. Поставьте какую-то емкость, чтобы собака могла купаться, охлаждаться и почаще мочите территорию в вольере вокруг нее. А у нас, слава богу, все хорошо. С Божьей помощью все с кондиционерами в комфортных условиях жизни. Слушайте, ну отлично, отлично. Довольно-таки редко встретишь даже у владельцев, которые содержат пару этих собак, в вольеры или там дома, где, ну вольер, где размещены кондиционеры. А у вас сегодня собака. Расскажите, кто это? Такое прекрасное, милое создание. Да, это замечательная девочка. Зовут ее Криста от слова кристаллик, потому что у нее действительно кристально изумительный характер. Она сверкает, она у нас такая, характер у нее блестящий. Да она и сама у нас, вон какая, замечательная девочка. Ей 4 месяца уже, это будет собака ниже среднего размера. И вот сегодня мы ищем ей хозяина, соответственно, если кто-то хочет познакомиться с ней поближе, узнать такую замечательную девочку. Вы знаете, я сейчас наблюдаю за ней, совершенно удивительное это спокойствие. И самое главное, я так понимаю, что очень хорошая крепкая нервная система. Потому что вот так вот находиться в незнакомом месте и спокойно лежать, и спокойно, вы ничем ее не поили? Ни в коем случае. Кстати, очень часто нам на выставке кто-то говорит, вы что-то им дали. У нас нет денег просто на такие препараты. Просто она лежит на своей подушечке, она чувствует, что я рядом, как видите, я держу руки, да, как в лежанке. И, соответственно, она понимает, что она в безопасности, что она под моей защитой. Именно поэтому ведет себя достаточно свободно и спокойно. Я так понимаю, что мы сейчас пытаемся вот это милое создание, собачку пристроить. Обращаю ваше внимание, уважаемый зритель, что сейчас у нас на столе лежит такой замечательный щенок, которого мы пытаемся пристроить. Если у вас есть вопросы по поводу того, чтобы взять этого щенка к себе домой, пожалуйста, звоните 8-927-686-0790. Это мой личный телефон, и я, конечно, вам дам телефон приюта. Только единственное, не забывайте говорить. Сегодня вы смотрели программу с участием приюта «Твои друзья» и Марина Горбовенко. Марина, сколько сейчас у вас собак? Ну, у нас всегда в районе 100 голов, и на сегодняшний день 55 из них – это собаки. А остальные? Кошки. Кошки. Отлично. Какое количество собак после того, как мы с вами встречались, это было, по-моему, месяца три назад, все-таки что-то получается пристроить после нашей конкретной программы? Ну, конечно. С того момента, как вышла программа, за эти три месяца мы пристроили где-то порядка 42-43 собак и щенков. А вот тех собак конкретно, которых мы пристроили, помните, не помните, если не помните, даже можно не привязать. Ну, трехногая собачка у нас была, если помните, мы ее пристраивали, да, Манюня. Конечно, как ее забыть? Вот, ее пристроили в Большечерниговский район, она сейчас охраняет дом. И вот буквально неделю назад звонила хозяйка, сказала, что она защитила ее дом от воров. Там лезли к ней в погреб воровать банки, и Манюню защитила. И хозяйка такая довольная была, такая счастливая, звонила, рассказывала, как все хорошо. Вот, так что кто переживал за нее, у нее были свои поклонники, у Манюни. У Манюни все хорошо, частный дом, рядом озеро, лес, гуляет, плавает и охраняет дом. А ей так нравится охранять. А какие проблемы сталкивается ваш приют при содержании собак бродячих? И каким образом, кстати, попадают они? Я понимаю, что сейчас у нас по городу столько, сколько я знаю, приютов, практически ни один приют уже не принимает собак, или только в какой-то сложной ситуации можно принять собак. Все, да, на данный момент буквально все приюты переполнены, потому что животных стало намного-намного больше с начала года. Неимоверное количество прирост ченков. И, в общем-то, справиться с таким потоком собак приюты просто не в состоянии. Даже вот на сегодняшний день только было уже около 20 звонков только по собакам и еще, соответственно, чуть меньше по кошкам. Кошки, конечно, намного реже, но, тем не менее, и сейчас и они стали в коробках, где-то подкидывают, где-то около магазинов, где-то в больницах. Вообще непонятно, что происходит. На самом деле, очень большой прирост поголовья животных на улице. Вот скажите, хорошо, что мы можем порекомендовать тем людям, в чьих дворах находятся собаки, и люди, в принципе, они готовы содержать их, они готовы подкармливать их, но единственная проблема – эти собаки не стерилизованные. Конечно, их нужно стерилизовать в обязательном порядке. Вот, и я думаю, обращаться нужно, соответственно, в департамент городского хозяйства. У них есть такая функция, как стерилизация бездомных животных. Программа, да? Программа, да, целая программа, вот, и я думаю, что людям бесплатно смогут помочь и привезти обратно уже готовое стерилизованное животное, выпустить опять, и тогда можно также ухаживать, любить, кормить, но при этом не будет потомства у этих собак. Ну, я вот в начале программы говорил о том, что, уважаемые товарищи, зрители наши, да, пожалуйста, не оставайтесь действительно безучастными к этой проблеме, потому что эту проблему мы сможем решить только все вместе. И действительно, если у кого-то во дворе есть собака, и вы не хотите, чтобы ее забирали в приют, пожалуйста, звоните. Можно звонить нам, да, мы перенаправим ваш звонок в какой-то из приютов или там, или в службу, где делают вот эти самые операции по стерилизации. Вот, и, соответственно, вы просто отдадите собаку, и через какое-то время ее получите назад, и она будет у вас доживать свой век на территории вашего двора. Марина, скажите, вот те собаки, которые пристраивают, они ушли, как вы отслеживаете их судьбу или как-нибудь отслеживаете их судьбу? Конечно. В нашей группе можно увидеть ежедневно, прям реально ежедневно, выкладывается информация, привет из нового дома. Люди к нам обращаются. Мы же не вот просто отдали животное до свидания. Мы, соответственно, предлагаем свои услуги. У нас есть ветеринарные специалисты, которые бесплатно проконсультируют. У нас есть зоопсихологи, у нас есть группа дрессировки собак бесплатные. И люди обращаются, соответственно, присылают фотографии из дома, и эти фотографии размещаются в нашей группе ВКонтакте «Приют твои друзья» ежедневно. И это можно посмотреть, можно отследить. Соответственно, люди звонят с удовольствием, общаются. Сейчас поток увеличился летом или, наоборот, идет какой-то спад по вопросу взятия щенка к себе домой? Меньше. Конечно, спад есть, потому что люди уезжают в отпуска, уезжают на дачи, живут на дачах. И плюс жара. В такую жару, конечно, люди не едут. В такую жару и мы не можем выставки проводить, потому что вывезти животное на улицу, конечно, сложно ему. Но, тем не менее, звонят, тем не менее, приходят. И мы надеемся на вашу передачу, что нам тоже, скажут, по поводу нас позвонят и заберут. Отлично. Ну, а мы сейчас посмотрим, давайте, сюжет. Здесь тоже состоялось расширенное заседание. Одно из таких официальных мероприятий состоялось расширенное заседание комиссии по местному самоуправлению. ЖКХ Общественной палаты городского округа Самара с участием представителей комиссии Общественной палаты Самарской области по охране окружающей среды и экологической безопасности Самарской области. Как оно проходило, давайте посмотрим в репортаже нашего корреспондента. К проблеме безнадзорных животных вновь вернулось Самарское сообщество. Варианты решения предлагали общественники, ветеринары, защитники животных и собаководы. Среди них и сотрудник телеканала «Самара ГИС», кинолог, ведущий передачи «Хочу домой» Виталий Рылеев. Ежедневно он пристраивает найденных на улицах города животных в добрые руки. Однако решить проблему глобально, отмечает Виталий, можно только убрав с улиц города прекрасную половину четвероногих, то есть самок. В каждом районе должна быть мобильная группа из двух-трех человек, которая будет реагировать моментально на звонки людей с этого района, именно с этого района. И бригада будет выезжать, именно отлавливать тех собак. Эту сумку просто надо изымать из этой стаи. Тогда мы практически будем приблизиться хотя бы на шаг к тому, чтобы решить эту проблему. Сейчас городских собак отлавливают, стерилизуют, вакцинируют. И в том случае, если животное не агрессивно, его снова выпускают на волю. Если, по мнению кинологов, собака представляет опасность для людей, она навсегда остается в приюте. Или до передачи новым владельцам. За круглым столом специалистами профильного департамента и ведомств было предложено дополнительно несколько вариантов решения проблемы. Среди них чипирование и стерилизация. Причем подобные процедуры нужно проводить не только уличным собакам, но и домашним, если владельцы не занимаются разведением породы. Мы создали рабочую группу, которая на следующей неделе выработает предложения и для города, и для области. Возможно, и предложения по изменению в федеральном законодательстве, для того, чтобы мы могли спокойно выходить на улицы. По мнению экспертов, федеральный закон необходимо дополнить. Владельцы собак нередко проявляют безответственность. Поправки в ФСЗ уже внесены. Будут они приняты Госдумой или нет, покажет время. Большая часть тех, которые у нас животных, она, как вы в последующем сейчас могут подтвердить, зоозащитники, это бывшие все домашние животные. То есть животные, которые считали самовыгул, то есть или их просто выпускали, они бесконтрольно, ну, считали там свои потребности на улице и возвращались обратно. Регулирует численность бездомных животных на городских улицах профильный департамент следующим образом. В 327-м постановлении правительства Самарской области утвержден порядок, как должен осуществляться отов животных. Вкратце я скажу его основные положения. То есть, чтобы произвести отов животного, должна поступить заявка либо от жителя, либо от юридического лица. Заявки принимаются у нас в департаменте как по телефонам диспетчерской службы, круглосуточно работающие, так и посредством письменных обращений, посредством обращений через сеть интернет на сайте департамента. На основании этих заявлений должно быть указано, во-первых, анонимные обращения не рассматриваются, то есть должно быть указано фамилию, имя, отчество обратившегося, обязательно адрес, где необходимо произвести отов животного. Выписывается заказ-наряд в течение двух дней, согласно регламенту, и направляется в подрядную организацию. В подрядную организацию у нас сейчас работает 4 экипажа. Все животные должны поступать только в приют для животных. Также к снижению количества бездомных животных ведет известный призыв – не покупай, приюти. На телеканале «Самарагиз» подобная практика отрабатывается на примере передачи «Хочу домой», когда после эфиров все больше безнадзорных животных находят своего хозяина, дом и заботливые руки. Там с разных точек зрения проблема взаимодействия человека и животных рассматривается. Уже 36 животных нам с помощью только этой программы удалось пристроить. И также в программе мы показываем уже тех животных, которые обрели, так сказать, семью, и они стали нормальными домашними животными. Все прозвучавшие в ходе обсуждения предложения будут обобщены и наиболее интересные впоследствии реализованы. Да, довольно-таки много мы обсуждали, довольно-таки много говорили. И, конечно, каждое такое заседание, оно должно, наверное, как-то подводить какой-то итог. И уже на этих заседаниях мы должны принимать конкретные решения, которые помогут нам уменьшить количество бродячих собак и кошек на территории нашей губернии, на улицах наших городов. Вопрос. Как вы решаете, или как бы вы решили бы проблему бродячих животных на улицах нашего города? Ну, я думаю, здесь в первую очередь нужно, чтобы все домашние животные были обязательно чипированы, зарегистрированы на владельца. Подождите, домашние животные, ну вот я, по большей части, не вижу собак, давайте немножко поспорим, я не вижу собак, которые породистые, имеют такую породную какую-то основу, да, в основном же собаки беспородные. На улицах вы их не видите, а я вам скажу почему, потому что их быстро подбирают, приводят в приют, и из приюта быстро забирают. А породистых? И породистых, да. А какие породы у вас за последнее время были? Очень много хаски, маломутые. Да, да, согласен. Это что-то, бегают, гонщие, русские гонщие бывают, да, с поселков звонят, что у них там бегают безнадзорные. Борзых сейчас стали меньше звонить, раньше те годы вот тоже было достаточно много, вот она тут уже полгода бегает, заберите. Вот, ну то есть, и уже таких собак быстро забирают. И все-таки какой процент, давайте так, из 100% больше каких собак? Беспородных? Беспородных, конечно. Беспородных, нет, нет, даже я бы сказала, нет, больше всего метисов. Метисы? Да. Найти чистопородную дворняжку в городе сейчас достаточно сложно. Вот даже вот смотрим на нее, да, это же явные метисы, это не бездомная такая, вернее, не бездомная, а не беспородная собака. Какие-то породы в ней намешаны. И все равно смотришь на собаку, и видно там, это метис Колли, это метис Лайки, это метис Овчарки. Ну, не смотрят люди за своими собаками. А в связи с этим можно было бы ввести налог на нестерилизованных животных. Если нестерилизованные, то нет налога. А раз нестерилизованные, значит, размножаются, ну, тогда люди пусть платят налог. Не стоит так, да? Да, сложновато, да, конечно, сейчас-то сказать, что да, давайте платить налог, и естественно, вот. Хорошо. Пункты обязательно должны быть, пункты бесплатной стерилизации животных. Куда может любая бабушка принести подобранную ей кошечку и собачку, и есть, простерилизует, и она может забрать ее обратно, не беспокоиться о том, что с ней будет дальше. Привезут, не привезут, да, пришли, стерилизовали, брать, ну, чтобы это было бесплатно. Ну, у нас же вот какой-то был такой опыт лет 10 назад, что заключались договора с клиниками, в том числе и с частными клиниками. Почему он не пошел? Почему не пошла вот эта система? Я не знаю, почему, видимо, не договорились, может быть, деньги плохо проходят, ну, сами понимаете, бюджетные деньги у нас ходят с трудом. Вот, я не знаю, что у них там произошло, поскольку мы не ветклиника, но вот перестали, да, эта программа перестала работать, и сейчас людям сложно, а поскольку стерилизация стоит очень дорого, не каждый понесет свое животное, а уж тем более бабушки, пенсионерки, которые чаще всего за ними ухаживают. То есть, получается, тогда так, давайте резюмируем вот сейчас наш диалог, получается, если сейчас в клинике, договориться с клиниками по поводу того, что, ребята, мы приносим вам собаку беспородную, беспородную, там, метиса, вы ее нам стерилизуете, и мы, соответственно, из бюджета вам даем деньги, правильно? Да, это было бы здорово, но я думаю, что в эту же программу можно включить и породистых, чтобы метисы-то не бегали по улице. Если человек хочет стерилизовать свою собаку, так это же здорово, это плюс городу, а не этому человеку. По вашему мнению, стерилизация в каком возрасте должна проходить? Ну, я думаю, старше восьми месяцев. Раньше все-таки не стоит, пока гормональная система не устаканилась. Наверное, да. У меня планка, допустим, полтора года. Кого чаще берут, кошек или собака? В этом году чаще берут кошек, чем собак. Видимо, в связи с повышением цен все-таки на продукты, на карма, на ветеринарные услуги, люди немножко с собаками притормозили. Но, тем не менее, стали брать больше кошек. Кошек уже с начала этого года, за первое полугодие, забрали больше, чем за полугодие прошлого года. Собак поменьше. Ну и возвращают собак чаще. Вот у нас система, например, мы не просто отдали животное, мы отдали его на испытательный срок. В течение месяца человек смотрит, присматривается, нет ли аллергии у людей, готов ли он к такому сюрпризу. Потому что в основном люди считают, что собака это все-таки уси-пуси. А ничего подобного. К уси-пуси еще прилагается денежное вливание в это уси-пуси, хождение по ветеринарам, а еще, простите, мы писем и какаем. А еще шнуры грызем, тапочки, таскаем игрушки, рвем мебель. Если берет человек с щенка, не все к этому готовы, что в течение восьми месяцев ближайших его жизнь становится как жизнь с маленьким ребенком. Нужно следить, нужно смотреть, нужно рассказать. Самое главное, что нужно объяснять собаке, что можно и что нельзя. Потому что это ребенок, который не знает, как правильно жить. Вы ребенку же объясняете, это же нужно объяснять собаке, они не знают этого от рождения. И как мы им будем объяснять, так они вот объяснили, что не страшно. И вот она лежит, и она готова. Слушайте, совершенно замечательно, замечательно лежит, совершенно не волнуется, и она слушает, все, это все про нее говорят. Молодец, молодец, хорошо. Модно, да, вот мы видим на бомондах на разных, дама с собачкой. Да не надо для этого держать породистую собаку, да, почему бы не метис. А вот хорошо, вы говорите, не надо держать породистую собаку. А вы таким образом не ущемляете права людей, которые хотят завести породистую собаку? Ни в коем случае. Я говорю в данном случае, ведь собаку берут как аксессуар к костюму на бомондах, да, для чего она держит собачку? Чтобы все видели, какая у нее собачка и какая она. Да, пожалуйста, одели в нее в тон, да, своим украшением каким-то. Вот вам и пожалуйста, дам собачка. А собачка-то не... Угушки-сережки, там, бриллиантики. Да, главное, чтобы она была красива, там, а ошейничек красивый одели, да, что-то. Вот и пожалуйста, и ходите, то же самое, абсолютно. Если красивая собачка, и в то же время она метис, и вы сделали доброе дело, а не выкинули деньги за породистую собаку, раз не собираетесь их размножать. Отлично. Ну, а я предлагаю сейчас перейти к следующему нашему сюжету и к нашим традиционным визиткам. К визиткам, и в этот раз только одна собака, которую вы предлагаете из приюта, да, и несколько, и три кошки, и три кошки. И сразу обращаю внимание, уважаемый зритель, пожалуйста, когда вы звоните и просите адрес и телефоны приютов, где вам понравилась собака или кошка, запоминайте, пожалуйста, название приюта. Название мы указываем в титрах. И обратите внимание, что вот собачка, которая у меня на руках, и та собачка, которую мы сегодня покажем на телеэкране зрителям, одного возраста. Ага, все. Ну что, пожалуйста, давайте смотрим. Эта мохнатая, хвостатая девочка хочет найти себе новый дом и доброго хозяина. Ей чуть больше четырех месяцев. Похоже на восточноевропейскую овчарку, зовут ее Мира. Совсем недавно ее забирали в дом, но, как оказалось, хозяева не готовы были к продолжительным и частым прогулкам. И вот она снова в приюте, снова ищет себе хозяина. Изумительный характер, действительно овчарки. Она мыслящая собака. Она думает, она пытается быть полезной, она пытается быть послушной. Она буквально смотрит в глаза и спрашивает, что ты хочешь, я сделаю все. Она очень спокойная, как вы видите, да, в таком возрасте уговорить членка лежать на столе – большая проблема. Но она чувствует, что мы этого хотим, и она это делает. Мира хочет уйти из приюта к своим новым хозяевам. Сотрудники надеются, что Мира ненадолго задержится в стенах приюта твои друзья. Мира ждет своего нового владельца. Звоните по телефону. Телекомпания «Самара ГИС». Это пушистое, очень милое и добродушное создание ищет себе нового хозяина. За внешний вид и объемную шерсть сотрудники приюта «Твои друзья» прозвали его «Облачко». Людей не боится? Нет, вы видите, замечательно общается. После вопроса как будто бы понял, что нужно показать свою доброжелательность и лояльное отношение к постороннему человеку. Мы заметили, что есть схожесть с котом кардинала Ришелье из мультфильма. Похоже на кошку кардинала. Да-да-да, действительно. Только тот был белый, а этот вот именно дымчатый такой. Поэтому, пожалуйста, кому кота кардинала, подарим. Кошка необычного вида и миниатюрного размера. Есть карликовые собаки и, не поверите, есть, оказывается, и карликовые кошки. Необычно редкий окрас голубокремовый, поэтому и зовут ее Кремка. Ей около года к людям поначалу не кидается для общения. Сперва присматривается, а к собакам, несмотря, что соседи относятся с большим недоверием. Больше она не вырастет. Это вся кошка здесь. Вот такая она и останется. Миниатюрная, маленькая. Всю жизнь останется котенком. Вот некоторые говорят, вот оставался бы всегда котенком. Пожалуйста, приезжайте, мы подарим вам всегда котенка. Бывают кошки снежанны, а у нас есть рыжанна. Так ее и зовут. Кошка рыжанна. Кошке около 7 лет. Достаточно ласковая. Пушистость у нас средняя и не гладкошостная, и не сильно пушистая. Агрессия никакой не проявляет. С людьми общается с удовольствием. Стерилизованная, примитая. Знает лоток. Но учитывая, что кошке живет порядка 17-18 лет, у нее еще достаточно много времени, чтобы сделать вашу семью счастливой. Поэтому вполне стоит обратить на нее внимание. Ну, покажи свои красивые глазки. Я надеюсь, что вот те видеовизитки, которые мы показали, они помогут вам в выборе собаки или кошки. Ну, знаете, я бы взял бы собаку и кошку, но, к сожалению, не могу, потому что сила своей работы, сила своей занятости, получается, с одной работой на другой, и вечером еще гулять с собаками. Вот дети подрастут тогда уже. Возьмем обязательно собаку и еще и кошку. Ну, и так, у меня, опять же, вопрос, очень такой довольно-таки болезненный, может, для многих. Все-таки, как решить проблему бездомных собак и кошек? Вот что делать? Вот на ваш взгляд. Вот вы принимаете решение. Давайте сегодня сделаем то-то, 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 для того, чтобы в течение года, в течение двух лет уменьшить количество бродячих собак на улицах нашего города. Ну, и, наверное, еще такой вопрос. Хорошо. Вот пытались, вроде как, вот два-три месяца назад провести закон, внести изменения в законопроект, и вот через 98-й федеральный закон, все-таки, чтобы уменьшить количество злых собак в приютах, эвтаназию, уменьшление. Вот как вы на это смотрите? Давайте так, что делать? Со злыми собаками что делать? Нет, с решением проблемы по поводу бродячих животных. А, с решением проблемы. Это, в первую очередь, ввести бесплатную стерилизацию животных на территориях, поселений любых причем, вот, и, соответственно, ввести регистрацию животного на определенного человека, чтобы он нес ответственность, что бегает его животное по улицам или не бегает. Это со всеми собаками или нет? Ну, а если кто-то говорит, я не выпускаю свою собаку без поводка? Ну, так замечательно, значит, она и не появится нигде, но если собака вдруг бегает и считали, чипа она ваша, попробуйте доказать, что вы ее не выпускаете без поводка. Так, понятно. Хорошо. А если собака потерялась случайно? Ну, тут другой вопрос. Значит, хозяин ее ищет, он может это предоставить, да, он вывесил во всех соцсетях, что убежала собака, ну, бывает, поводок вырвал, там, карабин отстегнулся, ну, мало ли. Да, он уже вывесил, что он ее ищет, что он, ну, тогда просто ему возвращают собаку и все. Очень важный и, я думаю, очень больной такой вопрос и такая животрепещущая тема. Это все-таки эвтаназия. Эвтаназия, но эвтаназия, это больше говорят о подношении к людям, а давайте так, усыпление собак. Ну, вообще, конечно, все зоозащитники против этой темы, вот, но если агрессивное животное бегает по улицам города, и никто из волонтеров его не берет, и никто не берет его в приют, то выхода просто нет. Агрессивное животное – это опасность, конечно, для жизни людей. Вот, поэтому про таких животных, конечно, надо ставить в известность приюты, волонтеров, и если там дать какой-то срок, да, если вот в этот срок никто не отозвался, тогда деваться некуда. А вот поменялось ваше мнение в связи вот с такими трагическими событиями, которые произошли вот в нашем городе, в южном городе, когда там женщины погусали? Ну, нет, это, в принципе, я считаю, это нормальное отношение к проблеме. У меня есть ли мнение у зоозащитников после вот таких трагических... Я не могу отвечать за всех зоозащитников, но, в принципе, мое мнение всегда было таким, что, в принципе, деваться-то некуда, если агрессивные собаки на улице. А как это делать? Нужно забирать, нужно забирать с улиц. Вы знаете, ну, вы считаете, нужно все-таки принять этот закон? Нужно принять, но только вот с оговоркой, что приняли меры, чтобы это животное забрал кто-то. Да, и, соответственно, в принципе, вы смотрите, за рубежом же есть такое. И в государственных приютах, это вот у нас приюты держат, пока не отдадут, да, а у них государственные приюты держат животное 30 дней. И после этого усыпляют. Раз никто не взял, раз оно никому не нужно, вот, оно подлежит усыплению. Почему я знаю? Потому что мы списывались с приютами зарубежными, вот, и во мной в Финляндии только 15 дней, а во всех остальных 30. И в некоторых странах стали сами волонтеры выкладывать фотографии и даже писать напротив фотографии. Этой собаке осталось жить столько. И, соответственно, другие волонтеры, частные приюты, кто-то, кто хочет спасти это животное, они реагируют и приходят. Почему не сделать здесь так же, да, соответственно? Собака обнаружена, волонтеры, приюты, пожалуйста, передайте информацию. Мы все друг друга знаем, мы все передаем эту информацию. Передайте информацию, через столько-то дней собака будет отловлена. Действительно, такие довольно-таки конкретные меры, конкретные предложения по решению данной проблемы. Ну что, итак, наша программа завершилась. Еще раз обращаю внимание, что все видеовизитки есть на нашем сайте телеканала «Самарагизм». Чтобы вам было проще искать, мы саккумулировали их в один информационный блок. И вы сможете выбрать себе собаку по характеру и внешним данным. Звоните мне на номер 8927-686-0790. Я вам предоставлю всю информацию по собакам, которые хотят домой. Ну, а мы говорим вам пока. До свидания, до следующего эфира. С вами были мы и программа «Хочу домой» на телеканале «Самарагизм». Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.